В прошлом году мы уже были в Яропольце. Смотрели усадьбу Чернышевых и, честно говоря, обалдели от того, что увидели. В этом году решили вернуться и показать всем, что тут происходит. Эта усадьба – настоящая достопримечательность, шикарный дворец XVIII века. Он принадлежал когда-то Захару Чернышеву, прославленному генералу, который победил Фридриха II. В 1760 году взял Берлин, а потом стал генерал-губернатором Москвы. Естественно, что человек такого ранга украшал свою усадьбу по-царски. Она была одной из самых крутых в Подмосковье. Сегодня можно только фантазировать, как шикарно здесь было. Казанский храм, в котором располагалась семейная усыпальница. Фамильный склеп в ужасающем состоянии. Росписи сбиты, ценности разворованы. Пошел дождь, вы можете представить. И вы не подумайте, что церковь в лесах, и поэтому здесь идет ремонт. Она в таком состоянии стоит уже десятки лет. Сейчас по вот этой тропинке попробуем пробраться с бокового входа. Так выглядят въездные ворота. Сюда вход запрещен. Территория закрыта руководством моей. Но мы все равно попробуем. Посмотрите, какой трэш. Посмотрите. Вот так вот. Свет. Не знаем, как войти. Есть только вот эта дырка. И если нас застукает, не знаю тогда. Попробуем сюда пролезть. Короче, прошли. Сейчас будем тихо снимать, чтобы не засекли. Вот Светочка лезет через кусты в усадьбу Чернышова. Это большой усадебный дворец. Вот в таком состоянии. Вместо разрушенных стен и осыпавшейся штукатурки были роскошные интерьеры и лепнины. Вот такой кошмар здесь. Вот так. Вот такая разруха. Все вот так вот здесь. Это хозяйственная постройка, которая примыкает непосредственно к дворцу. А мы идем смотреть парк Чернышевых. Уникальнейший в своем роде. Здесь прям как в сказочном лесу. Посмотрите, как будто это лес Баба-Яги. Этот парк был образцом для многих других усадеб. Сюда даже приезжала Екатерина, вторая императрица. В честь ее приезда соорудили данный обелиск. Сейчас усадьба принадлежит Московскому авиационному институту. И теперь тут царит полная разруха. Но в двух шагах отсюда течет речка Лама. А на ней первая сельская ГЭС. Так что у нашей истории есть продолжение. Смотрите вторую часть. Это речка Лама. Когда-то на ней была построена водяная мельница Чернышевых. А в 1919 году на ее основе сделали гидроэлектростанцию. В то время это настоящее чудо света. На открытие приезжал сам Владимир Ильич Ленин. Мощности первой станции, правда, хватило всего на 4 лампочки. Идем, смотрим. Думаем, что за железка-то? Оказывается, знаете, что это? Это памятник первой турбине. Это подводной канал и сама станция. Вот этот вот деревянный домик. И посмотрите, вокруг одни пруды прям и заводи. В этой станции находится машинный зал. И сама турбина, которая с помощью ремней приводит генератор в действие. Сюда из плотины уходит вода. Водосброс называется. Сторонним тут написано вход. Воспрещен. Но мы как обычно. Турбина, скорее всего, это. Красные ремни, вон. И генератор. Вон, ну что ж. из-за сильных дождей все затопило. Стоит вода. Думали, это сарай. Оказывается, туалет. Так что, если кому чего, вот, и на двери в туалет вот такой жук. И прям вот, смотрите, это дверка. На двери в туалет сидит вот такой жук. Офигеть. Где-то здесь недалеко редкий памятник Владимиру Чуленину и Надежде Константиновне Крупской. Сейчас пойдем смотреть. Краеведческий музей. А еще здесь, в Яропольце, есть очень редкий памятник Владимиру Ильичу Ленину и Надежде Константиновне Крупской. А редкий он тем, что Ленин тут не один, как обычно, а с супругой. Люди прозвали этот монумент Чупа-Чупсы. Как вы думаете, почему? Свои варианты оставляйте в комментариях.